всем привет это канал fast about blender сегодняшний урок будет посвящен тому как делать вот такие демонстрационные видео вот со временем у вас появится наверно какие-то модели не знаю еще может быть персонажей вы будете рисовать или еще что-то вот и вам захочется в какой-то момент возможно похвастаться поделиться там с кем-то показать чего вы добились вот собственно сегодня я расскажу как такие видео делать вот урок состоит из трех частей в первой мы узнаем собственно как подготовить сцену со всеми делами как анимировать камеру чтобы она по кругу облетала предмет вот потом второй части мы будем уже рендерить наше видео и как бы настраивать параметры рендеринга оптимальным образом чтобы не вечность у нас занял какое-то обозримое время вот рендерить мы будем по кадрам и я заодно расскажу преимущество такого подхода вот ну а потом будем уже в третьем третьей части собирать из этих кадров конечный ролик который уже можно будет не знаю заливать на youtube или еще куда-нибудь вот мы приступим какое-то у меня длинное вступление получилось надеюсь там вы не заснули в общем вот наша сцена так что-то как-то вот фонарик вот фонарик довольно интересная судьба ну как интересно я где-то вот год назад наверно рисовал вот в рамках по моему blender cookie называется сайт по моему так в общем там был что-то вроде конкурса выкладывались фотки фонарика нужно было замоделить его вот а потом народ выкладывает фонарик своей модельки уже на сайт вот и автор вот этого конкурса он как бы смотрел модели и потом сделал урок в котором рассказывал разъяснял кто где однако сячил вот как поправить вот у меня в принципе тут тоже есть косяки но я вам их не покажу может вы не заметите в общем не суть первое что нам нужно сделать это выставить камеру то есть я делают обычно следующим образом я выбираю в борте ракурс который мне нравится и нажимаю control alt 0 вот далее так вот немножко поднастраиваю control f fly mode подлетаю к фонарю но и допустим пускай вот так будет по моему неплохо вот потом нам нужно добавить пол для нашего фонарика в виде пластины примерно вот так вот потому что нужно чтобы фонарик на что-то отбрасывал тень если тени не будет то будет смотреться не так прикольно вот так вот это пластине добавляем материал дефьюз абсолютно белый вот теперь нужно на освещение нам сделать освещение я пробовал несколькими путями сделать первоначально я хотел сделать стандартные трехточечный свет заодно про него рассказать вот но как оказалось он очень долго рендерится вот и поэтому я пришел к другой немножко световой схеме сейчас расскажу какой вот во вкладке world вставляем ground тоже белый свет эта штука отвечает за то что окружение в нашей сцене она равномерно белое то есть продемонстрирую в зависимости от того какой цвет мы выбираем но вот окружение меняется вот нам данном случае нужен белый чтобы сливалась наш пластины с ним вот но фишка в том что он как бы вот этот свет он засвечивает со всех сторон и с одной стороны это клево потому что он дает клевую тень под объектом вот видите с такая мягкая клевая тень вот но при этом он как бы сглаживает сам объект и нам нужен дополнительный источник света чтобы как-то грани немножко подчеркнуть создать определенную контрастность вот для этого я использовал стандартный источник света ламп солнце вот выставим его как-то так и силу я ему два поставил по моему было нормально это так переходим вид с камеры смотрим рендерим смотрим что получилось но пересветили слишком сильно ставим единичку ну да наверно как то так возможно в общем это я оставлю вам поиграться с этим то есть может найдете отличную с какой стороны подсветить фонарик чтобы он прям классно получилось вот солнце нам дает собственно вот вот эту тень который ведь она такая довольно четко здесь размывается вот это дело вкуса уже мне допустим такие тени нравится вроде классно вот окей с этим разобрались так теперь нам нужно сделать анимацию камеры вот собственно анимация камера у нас будет заключаться в том что она будет просто по кругу облетать вокруг фонарика как это сделать переходим вид сверху ну нифига себе у нас фонарик фактически в камере классно ставим где-то в центр фонарика нажимаем shift а и добавляем так называемую пустышку mt и вот стрелочками rose вот простите пустышка это я даже не знаю как описать эту штуку это какой-то объект которого на самом деле нет но он может со всем взаимодействовать вот звучит абстрактное но тут важно понять вот что мы собираемся привязать нашу камеру к этой пустышки и когда мы будем пустышку поворачивать камера будет след за пустышкой поворачиваться вот как бы весь замысел для того чтобы привязать камеру к пустышке нажимаем сначала выбираем камеру потом через shift пустышку и нажимаем control п в сет паран то выбираем object самый первый и выбираем теперь просто пустышку rotate за и смотрим что получилось и видите камеру у нас вращается вместе с пускатышки с пустышкой окей теперь нам нужно определиться сколько у нас будет длиться наша анимация по умолчанию в блендере всегда стоит по моему 250 кадров это примерно 25 секунд то есть в секунде у нас 24 25 или 30 кадров в зависимости от формата видео вот соответственно исходя из этого вы уже должны определить сколько ваше видео будет длиться я допустим отрендрил ролик сколько он там 50 секунд по моему это 1200 кадров вот но в данном случае это все долго будет я чтобы урок показать сделала вообще 30 кадров 30 мало 50 вот значит переходим в первый кадр выбираем пустышку нажимаем r ой не нажимаем и и делаем ключевой кадр у нас выпадает менюшка с параметрами что именно можно что именно у нас будет меняться в данном случае у нас будет только меняться поворот по оси z вот то есть rotation поворот вот если вы какую-то более сложную анимацию собираете делать то может быть имеет смысл поставить вот это это ключевой кадр который отвечает сразу за перемещение за поворот и за изменение размера в принципе давайте его и мы воспользуемся нам совершенно пофигу какой использовать так зумим переходим на последний наш кадр ставим еще один ключевой кадр и теперь выбираем пустышку жмем r z и поворачиваем насколько нам нужно камеру вот здесь можете видеть количество градусов который поворачивается допустим нам в моем случае у меня вообще 50 кадров поэтому у меня поворота будет не знаю градусов на 20 вот вы можете там соответственно выбрать если вам нужно там на два оборота сделать 720 градусов накручиваете нажимаете shift для более аккуратной прокрутки и там 720 вот я в данном случае поверну на 20 градусов и хорош аккуратность тут принципе не столь важно нажимаем еще раз и ключевой кадр и все теперь мы можем нажать на play и увидим анимацию можем перейти вид из камеры переходим и вот смотрим какая у нас анимация будет ну более-менее норм пойдет так сохраняем можете увидеть сколько я тут вот с анимациями мучился чтобы найти тот самый способ так так смотрю свою шпаргалку так терна что нужно сделать нам нужно настроить параметры нашего рендеринга во первых если мы рендеринг циклассе я верный в этом уроке рассказываю как циклассе рендерить вот убедитесь что вас стоит именно он так теперь вам нужно понять что у вас с видеокартой если у вас видеокарта от nvidia с поддержкой технологии куда вы можете пройти в настройки и вот здесь обычно стоит нам и рендерится на процессоре на cpu можете включить куду тут будет ваш ваша видеокарта выберите ее и соответственно уже вот здесь во вкладке render тоже должно стоять gpu compute вот поверьте карта видеокарта рендерит не знаю раз в четыре в пять если как бы она вообще топовая какая-нибудь игровая карта геймеры гликуйте можете спокойно видео рендерить вот теперь размер экрана я оставлю по умолчанию стоит full hd я оставлю половина от него вот но как раз можно поставить количество кадров в секунду вставляем 24 и вот важная штука output выбираем куда будут сохраняться наши вот эти кадры собственно отрендерены для этого создаем папочку flash light out 3 выбираем нажмем на сайт вот я обычно рендерю png и компрессию ставлю сто процентов то есть якобы это должно без потерь качества быть сэмплинг поскольку мы сейчас рендерем в первый раз я ставлю где-то сейчас объясню первоначально я рендерю черновик чтобы посмотреть все ли хорошо с видео то есть мы можем посмотреть пример на анимацию в вьюпорте но другое дело когда вы уже рендерите смотреть что получается поэтому ставлю просто 20 сэмплов будет очень-очень шумная картинка но она нам даст представление о том что происходит вот можно побольше поставить не в данном уроке 20 поставлю еще интересная тема lightpad тут есть три стандартных пресета direct light который довольно фиговую дает картинку такой прям цифровую цифровую вот можете убедиться ну то есть ну прям но видно что это 3d вот есть full global illumination которая более так более аккуратненько более реалистично вот ну тут как бы реализме говорить нечего нужно как-то более сцену именно прорабатывать вот и есть еще третья настройка или метод глобал illumination которая чуть-чуть похуже full global illumination но она зато рендерится быстрее вот я использовал ее насколько я помню вот еще вкладка film есть такой ползунок exposure можно и добавить где-то допустим 13 тогда картинка получится более яркая если вам не хватает яркости вашему рендеру то можете вот здесь добавить но в данном случае у нас яркостью все ок так что оставляем так и performance прогрессив вот это по моему отвечает за то что рендерится маленькими квадратиками чем проверим да вот а вот эта штука вам она отключает что он рендерил с маленькими квадратиками ну-ка да ну по сути это не важно но мне показалось свой то что когда мы рендерим сразу целый кадр то есть поставлена галочка вот здесь то рендерится каждый кадр на несколько секунд поменьше но как бы вот эти несколько секунд они если у вас там тысячи кадров соответственно складывается получаются какие-то уже реальные отрезки времени там на час меньше допустим придется рендерить вот так ну вроде все со всем этим разобрались выставили что куда рендерить и начинаем рендерить вот мы сейчас рендерим черновик то есть черновые наши кадры займет определенное время поэтому я поставлю на паузу так но все у нас вроде до рендерилась соответственно вышло вышло это вот три вот у нас есть наши кадры которым от рендер или кстати этому черновик рендерили а вот пока рендерился только черновик успел чай побить вот такие картинки вот теперь нам нужно это видео вернее эти кадры склеить видео вот и это можно сделать и нужно делать в блендере так сохраняем этот файл создаем новый в принципе можно было бы делать и в этом файле но я предпочитаю делать в новом создаем новый файл нажимаем вот сюда и переходим в видео эдитинг у нас окна выстраиваются для видео редактирования после чего мы добавляем нажимаем добавляем имидж и переходим в папку куда мы все отрендерили так чуть 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 да нашла аут три нажимаем а чтобы выбрать все и ады добавили теперь у нас вот этот наш последовательность выбрана нажимаем shift с и он прилипает курсору к первому кадру и выставляем соответственно сколько там 50 51 ой 51 кадр потому что левого кадра у нас нет соответственно один съезжает вот так все это сделали переходим обратно вид дефолт и нам в принципе уже не важно то что вот здесь нам показывает мы переходим опять выставляем box 3d flashlight out в эту же папку и уже будем рендерить наше видео так теперь переходим сэмплинг нет вру переходим в output то есть выставили папку и теперь мы рендерим не картинки а выбираем уже видео формат то есть можем avi jpeg это сжатый avi rough это не сжатый avi то есть профессиональный формат весит очень много то есть вплоть до того что 40 секундный ролик может там несколько гигабайт весить вот это я не знаю что такое ну вот самые такие это наверное h.264 mpeg и xvid ну давайте mpeg вот выставили кодек и вот можем в энкодинге настроить непосредственно уже параметры видео я к сожалению в этих параметрах не разбираюсь поэтому оставляю всегда по умолчанию вот поэтому если вы хотите тут как-то поиграть с каким-то настройками то может быть имеет смысл вам найти видео урок где будет именно про это рассказано я пока такой урок не планирую снимать в силу своей невежественности в этом вопросе вот ну и в принципе все единственное то что нам важно чтобы в постпроцессинге стояла галочка sequence это означает то что у нас будет рендериться не вот это вот то что у нас во вьюпорте а то что у нас на видео секвенсоре все нажимаем анимация и прям видим Blender берет эти кадры все и склеивает в один заходим заходим и вот оно появилось наше видео оно называется как правило вот таким образом то есть диапазон вот этих кадров открываем смотрим что получилось вот мы открыли черновик смотрим если нас все устраивает по композиции по плавности анимации по еще каким-то признакам если все хорошо соответственно мы что делаем вот этот файл сохраняем назовем его mix допустим и теперь открываем наш предыдущий файл в котором мы сцену выстраивали и уже ставим качество сэмплов допустим не знаю 2000 вот и обращаю внимание то что у нас как бы все будет рендериться в ту же папку то есть теперь мы уже частовой вариант рендерим вот соответственно у нас все уже настроено просто нажимаем на кнопку animation и запускается рендеринг может смело оставлять это там не знаю на несколько часов может на ночь на выходные ваша анимация отрендерится после чего вы снова открываете файл где мы собирали вот это видео то есть mix и заново тоже опять же ничего добавлять не нужно вы уже все добавили блендер сам уже заново отрендеренные кадры сюда подтянет вам тоже здесь просто нужно будет нажать анимация и вам отрендерится анимация уже ваша чистовая вот и все примерно так это все работает так пробегусь по своей шпаргалке ничего ли я не забыл так вроде нет ну все вот надеюсь урок кому-то покажется полезным вот все что новое для себя открыли в этом уроке срочно повторяйте открывайте блендер повторяйте чтобы набить руку вот наверное и все вот еще такая штука то что я в конце всех уроков говорю подписывайтесь на канал так далее вот подписался уже 8 человек жутко приятно спасибо вам народ что проявили интерес как бы вот эти все штуки они дают мне понять то что вообще это кому-то нужно потому что не знаю я этот канал завел в виде маленького эксперимента смотреть что получится вообще будет ли кому-то интересно смотреть всю ту ахинею что я делаю вот вроде кому-то интересно даже там какие-то просмотры не супер много но как бы есть ну вот буду дальше снимать в общем спасибо за поддержку такую не знаю может вы не планировали поддерживать вот но тем не менее получилось так что вы меня как как-то косвенно даже может быть поддержали вот косвенно вам за это спасибо но все затянулось уже прощание всем пока не знаю я не знаю что я не знаю как это не знаю это это